Во все времена служба на границе считалась задачей особой государственной важности, независимо от условий служебно-боевой деятельности и характера внешних угроз. Для пограничников всегда были и остаются незыблемыми такие понятия, как верность Отечеству, воинскому долгу родным войскам. Именно поэтому традиционный митинг в честь праздника в городском парке каждый год собирал десятки действующих и бывших защитников рубежей страны. Сегодня в связи с эпидемиологической обстановкой участников мероприятия оказалось заметно меньше обычного. Поздравляя пограничников, глава города Евгений Карасев подчеркнул, погранвойска являются надежной опорой российской государственности и гарантией безопасности границы России. Я желаю всем, кто имеет отношение к погранвойскам, крепкого здоровья, сил и, самое главное, успехов и на службе, и в труде, на благо нашей Родины. Угроза распространения коронавируса лишила нас всех возможности массово, как это было в прошлые годы, встретить день пограничных войск России. Но, находясь здесь, у этого памятного знака, я от лица азовчан поздравляю вас всех с праздником, кто сейчас находится на боевом посту, защищая водные и сухопутные границы России, а также ветеранов службы, с гордостью носивших зеленую форму защитника рубежей страны. По словам военного комиссара Азова и Азовского района Александра Жукова, на пограничные войска возлагаются самые ответственные задачи. Исходя из этого, принимаются соответственные решения по комплектованию пограничной службы. С 2007 года пограничная служба комплексуется сугубо из граждан, которые проходят службу по контракту. Чем это объясняется, все прекрасно понимают. Прежде степенью ответственности, прежде всего высоким моральным духом, физической подготовкой, потому что та служба, пограничная служба, она очень трудная, а особенно в наше время технологически сложная, потому что применяются следующие знания, нужные для выполнения тех задач, которые возлагаются на пограничниках. Память погибших пограничников участники митинга почтили минутой молчания, после чего состоялось возложение цветов к памятному камню. Анатолию Анаприичуку довелось служить на иранской границе в начале 80-х годов. Он давно является жителем Петропавловска-Камчатского, 36 лет выходит в море на рыболовных судах. В Азов приехал проведать родных, а поскольку бывших пограничников не бывает, решил провести этот день среди воинского братства. Признается, физическая закалка, умение быстро сосредоточиться на поставленных задачах, полученные во время службы, очень помогли в дальнейшей жизни. Сработки часто, застава в ружье. Один флаг у нас был горный, так что группа захвата 6800. Это надо было все передвигаться, двигаться со скоростью. Служба интересная, достойная. Так что мы городимся своей службой. Здоровье самое главное в это непростое время. И, конечно, до новых встреч. Спасибо. Татьяна Ивашенко, Александр Кучиц, Азов.Инфо